Всем привет! В эфире программа «Шок-контент». Это абсолютно неконтролируемый процесс, и ты никогда не знаешь, что на уме у твоего собеседника. Ведь в любой момент шоу он может ударить тебя током! Или шокировать подробностями из своей жизни. Ах да, чуть не забыл. И даже я, ведущий программы Константин Тарасюк, не всегда знаю, что будет происходить в этой студии. Куда я пришла? Подождите, давайте еще раз. Блин, раздеваться придется. Изверги. Вы что, какой замуж? Мне рано. Да пошли они нахер. В 20 лет она уже стала ветераном. Сняла сотни тысяч видео. Собрала миллионы лайков. Первая моя, наша девушка за долгое время встречайте, красотка Аня Покров. Ура! Так меня еще не встречали. Меня тоже. Если ты забыл мир, не игра в симстаз, не перезагрузить, нажимай, отдалить, удалить. Круто! Вот это мы засрали студию. Смотрите, тут сердечки. У нас с тобой, Ань, по 5 попыток нажать на кнопку шокера в случае, если тебе не нравится мой вопрос или мне не нравится твой ответ. Все, давай настроим мощность и поехали. И сейчас вся эта ванильность разлетится к чертям. Так, кто первый? Давай, раз, два, три. А! Блин! Это же троечка. Ну это же троечка. Сейчас, быстренько. Или нельзя? Или можно? Все, можно материться. Нет, я спасибо. Вот, я про материться. Да можно мы пикаем. Просто невозможно не материться, когда блин это... Мне ставь семерку. Я должен чувствовать боль. Мне не надо, мне понравилось. Я тебе пятерочку сделаю. Вот такую. А! Нифига себе! Пятерка. Какой-то он мазохист, твой! А сколько там я сказал? Семерка? Нормально. Ладно, сделаю тебе семерку тоже. Все, поехали! Воровала когда-нибудь в магазине? Да. Сходу. Криминал. Я с Волгограда, с Красноармейского. Денег никогда не было. Я что только не выносила с магазинов? С шоколадки. При том, что я была в компании с пацанами. Они там рейды устраивали. Только не бей. Вот, я быстро. Это прекрасно. Вот. И что, я шоколадки всякие, конфеты, жвачки, пикс прайс. Стыдно. Очень стыдно. Вот, я сейчас вспоминаю и думаю, господи, Аня. Но вот такое вот криминальное прошлое. Мама, ама, криминал. Мама, ама, криминал. Целовалась на первом свидании? Нет, у меня вообще никогда не было свиданий. Ну, как таковых, реально, знаешь, что мне сказал мальчик? Я приглашаю тебя на свидание. Обычно это было так, что я уже встречалась с мальчиком. Он такой, гоу в кино, а я такая, гоу. И он такой, гоу в мак похаваем. Ну, типа, у меня не было никогда свидания полноценного. А с девушкой славался? Следила за кем-нибудь тайно в соцсетях? Ну, конечно, как-то многоточки, Волгоград 34, у кого только не было. Ну, за всякими тёлками бывшего. Ну, это ныне всего. Бувшими бывшего, короче, ну, не знаю, мне кажется. А что ты такое находила? Ну, я такая, я сыщик. Я находила всякие расследования по лайкам, когда он лайкал других тёлок, там, переписывался. Что-то мы только не делали. Мы же девочки, мы можем всё найти. Ну, вы опасны, это правда. Встречалась одновременно с двумя парнями? Нет, но мне нравились два мальчика одновременно. Но не встречалась. А с блогерами встречалась? С двумя? Нет. С одним? А у вас блогеры-то скольки? 500 подписчиков, да? Для меня сейчас блогер это тот, кто... Ну, ладно. Да, ну, ладно. Так, а сейчас твое сердце свободно? Или всё-таки слушай про бабичь, это и правда? Нюхала одежду, прежде чем надеть её? Да. Носочки. Греши твои носочки. Двухдневные? Что, не стираешь, что ли? Да, да. Я на там кинулся, забыл потом, уже поветрелись. Не надел. Ну, кто не нюхал? Знаете, там заголовки будут, типа, покров рассказывает, как он нюхал. Кто не нюхал? Скрываешь какой-нибудь факт из своей биографии? Что-то, походу, да, надо даже... Ты хочешь меня долбануть? Ну, что-то, что-то, мне кажется, ты темнишь уже. Нет, ну, ты, может, скажешь? Не страшно. Ну, я не знаю. Ты что-то скрываешь. Да нет, завет. Нифига себе! Пятерочка. Что-то нормальная пятерочка такая. Нормальная пятерочка пошла. Мне кажется, я под конец передачи вас вот так вот буду валяться. У меня все пять попыток, нет. Я же не буду тебя убивать. Так, смотри, у меня еще четыре удара. У меня тоже. Так что давай, не тут мне не вольет. У тебя есть какие-нибудь страхи или фобии? Ну, конечно. Я буду кататься на обычных качелях. Вот я безумно боюсь иголок и шприцов. Прям вот тоже до сквоз. Вот этого ты боишься? Черт! Ты вот этого боишься, что ли? Черт! Серьезно? А я сейчас слышу, что ты крови боишься, правильно я понимаю? Уйдите. Ну еще я на квест, что ли, пришла? Можно его шокером долбануть? С телевазой такие приколы. Ты из тех девушек, кто очень любит экспериментировать с внешностью. Во всяком случае, так это на твоих видео, всевозможных постах. А были ли примеры, от которых тебе самой было стыдно за свои эксперименты? Прям стыдно нет, но есть, о чем я очень сильно жалею. Я в один момент покрасилась в блондинку. Ну, то есть я раньше ходила с растяжкой цвета, там, с какими-то... Рассказываю тебе. Ты только хотел сказать растяжкой, я думал, с какой она растяжкой там ходила. Вот так вот, что ли, всегда? А потом я полностью перекрасилась в блонд, и мне сожгли все волосы. А у меня всегда были длинные, густые волосы. И потом очень тяжело их сейчас восстанавливать, они все ломаются у меня. Ну, короче, ты больше опыта. А, и ты сама покрасилась так? Не-не, в салоне, наоборот, мне с салонится жгли волосы. Вот, сука. Вот, сука, мне обидно было. Просто, вот я, например, не воспринимаю сейчас свой язык без пирсинга. Мне очень нравилось. Я игралась с ним сутками просто... Ты как? Ну, в смысле, ты сережкой всегда на языке вот так... Гоняешь ее, там, до носа достаешь, просто катаешь. Я тебе говорю, это так весело. Давай дальше. В одном из своих интервью ты сказала, самый неловкий момент в жизни, когда я иду по улице, я постоянно спотыкаюсь при виде красивых мальчиков, и однажды разбила витрину носом, когда засмотрелась на парня. Ну, это значит, что я по жизни растыка жесткая. И не то, что я на мальчика всегда засматриваюсь, нет, просто такая ситуация именно была. Я реально шла, и это было очень стыдно. Была витрина стеклянная, я не разбила носом, я скорее нос у меня весь красный. И я прям жестко в витрину вписалась. То есть ты смотрела на него, смотрела, смотрела и вписалась витрину? Да, я не ожидала. Вот так вот было. А парень-то хоть знал, что ты на него смотрела? Да он потом просто поржал надо мной. Вот, и все. Это было обидно. Запикаю, пи***ц. Га***ц, урот. Все запикаю. В Москве я уже не засматриваюсь на красивых мальчиках. Да? Не понятно, кто из них мальчик, кто. Идеальная свадьба, какая она для тебя? Ой, я, короче, еще в детстве решила, что у меня не будет этой свадьбе с выкупом, с конкурсами в подъезде. Я реально, я все детство просто их устраивала, своей мамой. У меня мама такая активистка, короче. Мы вот всегда там поцелуй плакаты, узнай, поцелуй невесты, заплати косарь, чтобы мы тебя дальше пропустили. Я бы лучше куда-нибудь там улетела, или это будет какая-то более скромная свадьба. Ну, посмотрим, я не могу зарекаться, может, у меня свадьба еще будет там в 40, или вообще не будет сейчас, как накаркаем. Все, пошло, поехало, молчим. А все у тебя слезы. Есть у тебя такое? Все-таки каждой девочке как-то... Вот, а предложение я хочу, что-то необычное и красивое. Но, знаешь, не то, что даже красивое, а чтобы именно вот было, ну, вот, запоминающееся. Прыжок с 207-метровой вышки. Это твоя сущность, или это все-таки, знаешь, так накопилось, и тебе нужно было от этого избавиться? Нет, это я люблю такое. Я вот первый раз попробовала в Волгограде прыгнуть просто с 30 метров, и понеслось. А что еще делать? Спрашивай, что там прыгала? Прыгала, но с инструктором. Я одна не прыгала. Хотя хочу. На параплане летала, на всяких водных парашютах. Ну, что я не делала? А тебе интересно знать, что тебя ждет из ближайшего экстремального, вот, в ближайшее время? В смысле, как узнать? Что ты не думаешь? А для этого у нас существует наша одноразовая рубрика «Гадание на кирпичах». А зажигалка там же ли? Блин! Что? Закройте это окно! Залепите! А это гадание на кирпичах. Твоя задача сейчас хорошенько подумать, выбрать один из этих кирпичей, эпично его сломать и узнать, что из ближайшего экстремального в жизни тебя будет ждать. Почувствуй! Так вот тепло вот отсюда идет. Наверное, вот это, блин, это просто свечка была. Ну ладно. Разломай как. А можешь об меня в голову сломать? Да, пожалуйста. Давай от себя. Я это как ВДВшник. Такая. За ВДВ! Не попал-то! А ты переверни его, а? А вот так? Да. Есть! Выпало, смотри, полетело, вон. Посмотри, что тебе попалось. Что? Вон лежит бумажка. Что там? Страшно. А ты уже увидел? Да. А-а-а-а, вы че? Все, Логи! Что это написано? Выйти замуж. Ну, считай, букет на свадьбе поймала. Вы че? Ну, какой замуж? Мне рано. Мне рано. Ты только что сама это выбрала. Мне рано, у меня работа. Давай посмотрим другие, чтобы ты знала, что мы не подтасовали. Ломай, давай об меня. Давай. Давай. Вот этой стороны. Давай. Да? Да фиг знает, пробуй. Смотри, а вот твою сразу сломалась. Ну, конечно, потому что посильнее било. Блин, ну тут нормальные варианты были. Поплавать с акулами. Ну, вот, давай третьей посмотрим. А давай третьей, как вот так? Давай, может, обколенка. А, давай, я держу. Другой стороны. Нет, этой ты думаешь? Может, другую так-то не знаешь? Вон, вон, бумажка. Где? Где? Вот у тебя в ноге, хвост, господи, где-где. А, так. Ой, ну нет. Вы бы меня сейчас здесь заставили это делать, да? Что? Отстричь чёлку. Нет? Нет, нет, слава богу, я это не вытянула, слава богу. Дай, дай ножницы. В *** ваше задание. В *** никаких чёлок. Ну что, мне такой не идёт. Давай тебе поставьём. Как тебе вариантик? Ну, если только себе тоже будешь стричь. Не-не, всё. Тогда всё. Ну да, всё. Ну да, тебе и так хорошо вообще. Спасибо, погадали. Тут недавно в список Forbes залетела. У-у-у-у. Так вот, а как ты? Долго ли шла ты к таким заработкам? Или как ты это и понеслась? Ну вот, скорее, всё резко произошло. Вообще, я тебе говорила, что у меня были подписчики, там было много их достаточно, но я не зарабатывала. У меня не было просто менеджеров, у меня не было людей, которые могут мне подсказать, у меня не было друзей блогеров. И я считала, что как бы, ну, в истории рекламы и за 300 рублей можно продать, и за 500, и за косарь. Я не знала, что там цены такие бывают нулями большими. Я реально не знала. То есть, ну, для меня не было никогда даже цели зарабатывать на соцсетях. Мне было это в прикол, я просто хотела, мне это нравилось. Вот, и только недавно узнала, что люди, оказывается, так живут, зарабатывают неплохо. Ну, а сколько ты за год заработала? Так, ну, там просто, видишь, заработок именно... Сколько ты за год заработала? Шокером? Да не, я не собиралась ничего говорить, я даже сама не знаю. Ты такая... Не, а я сама, а я просто не знаю, сколько я заработала. Ну, миллионерша-то точно, правильно же я понимаю? Ну, какая миллионерша? Рублёвая. Так, хватит. А на что ты потратила разом самую наибольшую сумму? Ну, вот... Это можно спросить? Да. Хорошо. Ну, вот на машину папе. Всегда почему-то у меня мечта была именно папе машину поменять. Потому что он такой, пофиг, он на чем кататься, на четырке ездит. А я хотела, чтобы у меня папа на крутой тачке. Вот, и поэтому первая такая покупка была эта машина. Умница. А помимо вкладывания в машин, ты ещё и вкладываешься в музыку. Вот и скажи, пожалуйста, давно ли ты о ней задумалась? И что ты пытаешься сыграть? Ну, я, во-первых, сейчас занимаюсь вокалом. Печусь петь. Ну, правда. Но песни записала, пора и петь научиться. Твои песни звучат очень хорошо, если честно. Да ладно. На полном серьёзе. Мы даже послушались вчера. Что, вы слушали, парень, села? И вторую, просим. Вспомнил, слава богу, название. Думал сейчас лохануть. Какая тебе из своих песен больше нравится, кстати, и почему? Ну, парень, села, больше нравится. Парень, села, мне для тебя цела. Вчера была ворона, теперь у меня делала. Это как был первый такой начальный опыт. Дальше будут прикольные песни. Вот я сейчас записываю, вот они уже такие. Мне кажется, во-первых, на уровень повыше, но они мне просто больше нравятся. Они там про меня полностью. Так, поехали дальше. Как давно ты уже проживаешь в Dream Team House? С самого начала, с основания, получается, больше, чем полгода. Седьмой месяц сейчас идёт. Скоро семь месяцев. Да. Ага. Что тебе в нём нравится, а что вот, ну, уже прямо вот достало? Да нет такого, что достало. У нас просто есть какие-то небольшие тёрки. Ты хочешь мне долбануть? За что? Я не верю, да, что ты ничего не достало за семь месяцев сожительства с людьми. Так мы дружим все вместе. Мы можем ругаться просто по бытовухе. Ну, короче, вот так из тебя информации сильно про дом не вытянешь, но мы можем это сделать с помощью нашей рубрики «Кто из них самый?». В общем, смысл такой. Это Dream Team House Blitz. Прямо сейчас я спрашиваю, кто из них там самый, и ты говоришь. То есть, напоминаю, у тебя осталось две попытки, если что, не отвечать. У меня осталось три попытки, если что, тебя взбодрить. Кто из них самый застенчивый? Застенчивый Диана, наверное. Кто из них в доме главный, лидер? Из них Маша. Тут она всё контролирует, приехала, да? Ну, мы с Машейликом вдвоём там ходим, всех строим. Вы такие злые тётки, что я не знаю? Нет, нет. А вы там самые взрослые? А, кстати, можно сказать, что да. Ммм, понятно. А кто самый безответственный в вопрос? Милохин, конечно. А, понятно, дальше. Кто самый неряшливый? Милохин. Да что ж ты за человек-то такой. Мы в комнату не заходили, там вообще жесть. Не заходил. Так. И слава богу, повезло. Так, кто самый талантливый? Все, но Олег. Олег очень творческий. Успела. Я прям уже все такой. Олег? Да. Ух ты, интересно. А почему? А он очень творческий, он очень какой-то рисует. У него очень крутое мышление. То есть он прикольный. Кто первым хотел покинуть дом? Не, не бей, ладно. Я уже тоже там за... Нет, нет, нет. Не говори. Ладно, бей. Олег. Ну нафиг. Отец. Клянусь, я не хотел уже, а он так долго думал. Я чуть-чуть посильнее сделал. Из меня сейчас просто демон вышел. Это что-то... Я даже этот... Что-то конкретно посильнее сейчас было. Кто из них самый занудный? Олег. нет давайте это не будем это переделаем хорошо с кем бы из них предположим ты могла бы начать встречаться начинается с машей люблю вообще смотри какая красивая краш потом маша позовем сюда и попросим посмотрим потом парный вообще безответно или больше можно секунду зайти чтобы увидели что ты здесь это подруги то скажи что мы тут приедем нам уже не веришь мы смотримся а я не помню что ответила слова с девушками нет а я тебе шокером не отвечаем что у тебя методом петли нет ну ладно ты молчишь на эти фотки 16 лет а сейчас реально реально 21 сейчас я думаю чуть поменялась постарела идем дальше кто из них самый веселый бабич как раз ты любишь таких интересных веселых ребят не ну я маша больше дания ну да я тоже но бабишь просто шутки постоянно шутит я не а почему дать я мы тут всех разве этот я так чувствую это тупарное будет короче и так далее заходи мы тебя ждали нет жалко я тоже идем дальше кто из них самый богатый кто из них делает лучший контент а вот это сложно а вот это подумать он сейчас не долбанет за это не на самом деле все прикольные делают я не знаю но насти классный видео я думал ты не будешь это начала отвечать я случайно я же начала это реально больно я говорю ваша нас есть третий шокер хочешь блин у меня рука потом будет дергаться после выпуска просто итак финальный вопрос как ты думаешь кто из них сделал это да ладно никто это все у двери никто этого не делал мы нашли то возле студии но вопрос такой а если бы это написал кто-то из этих кому бы ты ответила да ладно ну из этих вот трех ну из мальчиков же надо выбирать мальчиков ну наверное вот этому который с дудочкой